У России еще в 2012 году были предложения по урегулированию Карабаха. Если бы эти предложения были приняты в то время, эту проблему можно было бы решить сразу. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, с этого периода появилась концепция, согласно которой вопрос статуса Карабаха откладывается на потом. Концепция была очень простой. Армяне уходят из пяти районов вокруг Карабаха, оставляют два района, соединяющих Карабах и Армению, и судьба этих двух районов, а они, бесспорно, азербайджанские районы будут определены в течение периода определения статуса Карабаха. Тогда впервые появилась концепция отложенного статуса. Отложить на потом подразумевает будущее поколение. Затем была война. Были приняты трехсторонние заявления, состоялись трехсторонние саммиты. В то время были мысли о том, что можно оставить на потом статус Карабаха. Исходя из этого, Россия сформулировала свой вариант мирного договора, который был представлен сторонам весной этого года. Там указана данная фраза, отложить статус на потом. Азербайджанская сторона заявила, что поддерживает практически все. Но вопрос статуса необходимо проработать дополнительно. В конце октября, когда мы встречались в Сочи, хотели вернуться к этому вопросу и понять, насколько наши партнеры готовы к тому. Чтобы решить все вопросы и оставить на потом статус Карабаха. Однако президент Алиев и премьер-министр Пашинян привезли этот документ из Праги, в котором было отмечено, что они хотят подписать мирный договор, руководствуясь уставом ООН и Алма-Атинской декларацией. В связи с созданием СНГ в Алма-Атинской декларации точно прописано. Я это уже отметил, что границы между новыми государствами будут опираться на административные границы между союзными республиками бывшего СССР. Где Нагорно-Карабахская автономная область в составе Азербайджанской социалистической Советской Республики. Поэтому, подписывая эту договоренность, наши армянские коллеги говорят, чтобы Россия подтвердила свое предложение по статусу Карабаха. Вы понимаете, что это немного не из оперы проведения переговоров, а из другой оперы?